Рафаэль Бобейко и Алексей Чекалкин – два друга, увлекающиеся музыкой с раннего детства. Сейчас мальчикам 12 и 11 лет соответственно, но целеустремленности и их трудолюбию может позавидовать любой взрослый. Леша Чекалкин начал петь в 5 лет, немного позже увлекся игрой на гитаре. Сейчас, кроме музыки, у него есть и множество других увлечений. Он, конечно, очень сильно устает, потому что в школе очень большие нагрузки. Он занимается дэквондо, занимается плаванием, кроме вокала. И, конечно, тяжело бывает. Он после тренировок приходит на урок вокала. Естественно, бывают трудности определенные, но он ходит, и он очень упертый, у него очень сильный характер. И он, если чего-то хочет, он идет к этой цели. Я думаю, что у него все получится. Леша рассказал нам о том, как завязалась его дружба с Рафаэлем. Я начал ходить к прекрасному преподавателю Домни Тамаре Бредикиной, которая меня сейчас учит. И мой друг Рафаэль Бобейко туда тоже ходил, и мы там познакомились. Не только в стенах музыкальной школы мальчикам нравится проводить время вместе. Даже состав семьи у каждого из ребят один к одному. Мама, папа, брат и собака. Своих четвероногих друзей мальчики считают полноправными членами семьи. Моя семья – четыре человека. Папа, мама, брат. А, и собака. И я. Как зовут собака? Собаку зовут Пуфик. Леша, как и Рафаэлю, очень нравится исполнять песни Робертино Лоретти. Но преподаватель вокала никогда не запрещает им пробовать свои силы в различных музыкальных направлениях. Мы в тендеме никогда не бывали, что говорят, вот ты это будешь и больше ничего нет. Я говорю, ты попробуй. Если ты почувствуешь, потому что они иногда это не чувствуют. Если ты почувствуешь, что тебе это нравится, оно идет. И когда они чувствуют, что там есть вокал, что там можно исполнить, что там можно красивый звук дать, что вот тогда они с удовольствием начинают работать. В зависимости от сложности композиции и конкурса на репетиции может уйти от недели до нескольких месяцев. Так Рафаэль готовился к детскому Евровидению около полугода. Рафаэль Рафаэль любит классическую музыку. Его любимые исполнители Лучано Поворотти и Робертино Лоретти. Ближайший конкурс был в Румынии, в Сибири, в Херманштадт-фест, где я взяла трофей по всему фестивалю. Я участвовала на Славянский базар и у меня было шестое место. В 2013 году я был репрезентантом Молдовы на Жюньор Евровизион в Киеве и я заняла 11 место. Сам Рафаэль хочет стать классическим певцом и развитие своей карьеры в будущем мальчик видит за пределами Молдовы. А еще мальчик играет на фортепиано и увлекается футболом. Его кумиры Кристиана Роналдо, Ариен Робен и Франк Рибери. Все, чем увлекается мальчик, для него не просто хобби. Я еще играю в футбол, хочу стать и великим футболистом, ну, стать великим певцом и думаю, чтобы у меня было здоровье и все. Ребята уже сейчас достигли в музыке определенных высот, но мечты продолжают вести их вперед к новым достижениям. Вот что пожелали они своим сверстникам. Я бы пожелал, чтобы они достигли той цели, какой они хотели достигнуть, и чтобы у них все получилось. Ребятам моего возраста я хочу желать им много здоровья, чтобы они нашли их цель и чтобы ехали дальше. И если им нравится это, чтобы развивали то, что им нравится дальше. ПО Member gentleman Гира в мир Гира визбор Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok